я только опять в темноте я тоже разник привет слышно нормально что-то прерывает а все нормально да у меня тоже написано интернет-соединение неустойчиво так но надеюсь сейчас все прогрузится и будет нормально значит смотри отправила дарья значит она у нас в марафоне участвовала как-то в прошлом месяце сейчас она участвует в курсе это фитнес-инструктор которая занимается с мама первичная и мама клиентка мама у нее клиентка этого парня она попросила парня ну чтобы она занималась еще и с парнем она его давно уже ведет там несколько лет уже вот значит что они выполняют они выполняют упражнения на ноги первое упражнение которое они делают это сгибание но помнишь вот и у юры тоже таз придерживал и пробовали бы сгибать ногу в коленном суставе из положения лежа на животе очень-очень-очень слабо в эксцентрическом режиме здесь они должны намного сложнее согнуть чем опустить ее вниз и сделай просто самостоятельно ножку попробуй поднять правую до получиться праву попробуй согнуть ее вот это с моей помощью то есть она просто падает не удерживается так вот значит эксцентрический режим сама знаешь да что концентрическом режиме более-менее еще понятно для ребенка а эксцентрика и статика они такие более трудные значит чтобы я здесь ей рекомендовала первых их отвлекает мультик там какие-то вот она говорит на фоне мультика я бы еще сразу сказал что вот этот мультик раз знаем что нужно визуальное подкрепление визуальное подкрепление то есть видеть вообще что происходит с твоим телом помимо того что ты чувствуешь что должен еще и видеть потому что это 60 процентов информации поэтому мы кладем кто это платон по моему короче напротив него вот я прям беру вот это зеркало которое у меня висит здесь я вытаскиваю и кладу его горизонтально я тоже уже шипонера да обязательно мы не имеем права 60 процентов информации игнорировать которые должны поступать через за визуальные ну через визуальный образ значит он должен видеть что происходит в момент что происходит в момент его мышечных сокращений мыслительного вот этого процесса на создание здания в голени что же происходит в теле да я создаю вот эти мышечные усилия и в ответ на эти мышечные усилия происходит изменение картинки моего положения тела конкретно положение конечности вот они правую ногу сгибают есть концентрическом режиме ладно они ногу подняли у него кстати это не получалось вот она сегодня отправила вообще супер но вот единственный эксцентрический режим типа не получился значит что здесь она пытается ему как бы давить а здесь бы попробовать вместе с ним сопроводить вот это движение когда нога сначала изначально изначально она согнута подошва вверх попробовать сказать платон давай мы с тобой сейчас я буду считать до пяти а мы с тобой вместе и медленно-медленно опускаем и когда я скажу пять только тогда ты ее опустишь на пол стопу и они вместе раз медленно пошло движение на сгиб на разгибание раз два три четыре пять отработали плавное движение медленно медленное разгибание ноги в колени опустили супер похвалили молодец так давай снова давай попробуем еще разок сгибай сам сам ее сгибает и там она уже пытается там они вместе делали но она практически за него просто она показывала пока знакомила его с этим движением а потом она старается уже как бы тоже придерживая но свои мышечные усилия прилагать по минимуму процентов на 7 ну процентов 70 прилагая до 30 процентов чтобы уже ум чтобы он буквально не позволял ноге упасть вот то есть вот такой момент что здесь еще важно ну здесь в статике хорошо поддержать и вот опять же я понимаю что пацан вон там лежит и слушает по большей части мультик потому что это реально будет отвлекать внимание хочешь не хочешь он не сможет сконцентрироваться на ее вербальных вот этих сопровождениях на вербальных командах а здесь конечно вот этот момент важен здесь можешь что-то добавить я даже ваню из комнаты выгоняю когда именно такая такого рода работа идет потому что любое отключение прям все падает да согласен согласен здесь понимание на мой на мой взгляд я бы еще по бокам руками как бы двумя сопроводила чтобы она в стороны не заваливалась а я помню дело до коридор делал руками плюс еще стала замечать что вот когда получается как-то режим называется концентрический когда с усилием поднять до а иногда имеет роль с какой стороны давить то есть вот она как бы просто держит ногу а иногда я например юрий говорю толкни мою руку и ставлю с другой стороны куда надо толкать на переднюю часть голени я в руку предложила поставить и чтобы он ее толкал вы издеваетесь ребят блин с двух сторон лежат пускай ладно нормально и как бы чтобы он как будто как пинок вот все равно же с мячом больше мою руку пени даже представить попроще именно как вариант даже вот иногда другое слово скажешь он лучше понимает до получать терминов либо либо пяткой толкать ладонь например либо действительно мяч пытаться задеть пяткой и это получается как мы стимулируем достичь какого-то результата не просто сгибай ногу ради чего-то ради просто сгибания ноги то есть движение ради движения а движение ради результата то есть в конечной точке должна быть должен быть какой-то пункт до пункт b который мы там завершили вот то есть я сделал это движение когда он просто сгибает даже когда он просто сгибает к попе вот голень до голень я иногда либо что-то на попу кладу потому что до поп он не может достаться например мячик колючий чтобы это был яркий стимул туда когда пятка достанет типа пени попу у нас это еще называется то есть в обе стороны этот стимул применить можно до а мультики да точно это вообще очень мешает отвлекает особенно когда идет работа силовая какая-то отработка а вот новые связи по минимуму отвлекающих да тут потому что действительно пока вот он впервые сталкивается вот с этим режимом он впервые в принципе запускает вот эту мышцу сгибатель голени и конечно же отвлекающий фактор так пути expect он будет действительно отвлекающий фактор мы можем использовать когда мы хотим а когда мы хотим вот прямо реально есть термин такой как сбивающий фактор но сбивающий фактор когда у тебя двигательный навык уже есть когда у тебя есть автоматизма и ты специально используешь сбивающие факторы то есть к примеру если у тебя уже есть навык равновесия. Ты стоишь на полусфере БОСУ, перевернутая полусфера, ты на ней стоишь, и так нестабильная опора, и так она уже является сбивающим фактором. К примеру, представь, что ты на ней стоишь, а я тебе еще надеваю маску на глаза для сна, выключаю зрительный компонент, и плюс я тебя еще беру в разные части тела, в бедро, в ягодицу, в таз, там, например, в живот, в грудную клетку, этим массажным роллом толкаю, то есть из полипропилена толкаю, пытаюсь тебя сбить. И, конечно, вот эти столько сбивающих факторов, и ты уже здесь, получается, вот этот навык, ты уже его совершенствуешь. Но суть в том, что до этого навыка нужно, чтобы дойти, нужно пройти представление об этом навыке, как знание, потом сформировать умение, второй этап, и только потом уже навык. То есть, вот этот мультик мы можем включать уже, например, когда Юра уже умеет, к примеру, вот на Юре, да, когда он уже это умеет делать, многократно уже делал, и, в принципе, это делает, и мультик ему, как бы, не помеха, он может мультик вам действительно смотреть, и как вот сбивать. Наоборот, даже помогает отключить. Да, 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 вот уже когда этот навык реально есть. Но вот сейчас, когда этот пацан только-только вот формирует, давай посмотрим второе видео. На 20 секунд, да, сопротивление. А, вот они статику, в этом же. Вот смотрите, не получается у нас такой момент, удерживать на 20 секунд, да, сопротивление. Давай, Никит, давай. Вот, толкай, толкай ножку, к себе притягивай, притягивай, вот как бы совсем, можно сказать, не не дали, да, не толкает ножку, сразу она не в раз и валится. Вообще никак. Вот такая сложность наша. Вот, опять же, статика, процентов 95 детей, да, со всеми формами сталкиваются как раз-таки вот с эксцентрическим и эксцентрическим, со статическим режимом и эксцентрическим, то есть концентрика еще более-менее доступна. Но вот когда мы двигаемся вообще, в принципе, в пространстве, мы используем все эти режимы, уже не задумываясь, они у нас как бы функциональны, то есть мы можем делать баллистические различные упражнения, движения, мы не задумываемся, работаем и все. А тут получается, что у детей скудный двигательный опыт, скудный репертуар движений, и вот эти два, по сути, режима им недоступны. То есть, представляешь, если им включить этот режим, через сознание зайти, подконтрольно включить этот режим, то какой уже у них способность к движению, насколько у них репертуар увеличивается. То есть потенциал их растет уже, так, если мы поделим три режима, ну, где-то на 60, на 70, на 65, на 70 процентов. Так, вот значит, ну, вот что здесь? Вот статика, да? Она пытается игрушку вот как-то приложить сверху. Она пытается как бы толкать даже игрушкой. Я не поняла, да, зачем толкать? Я думала, смысл в том, чтобы удерживать. Удержать, пока без нагрузки, просто свою стопу, да, пока просто удержать голень в согнутом положении. Вот как мы можем мотивировать? К примеру, сказать, Никит, положить, к примеру, ту же самую игрушку просто на подошву стопы сверху, положить брошюрку, тетрадку, блокнот просто положить. Слушай, давай подержи. Пусть там Мишка, например, у тебя сидит, и пока он там сидит, кричит, вау, 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 круто там, круто. И прям бах, он упал. Блин, упал, Мишка там ударился. Ну, ладно, да, попробуй еще раз. И опять его раз на стопу положить. Ну, вот, к примеру, вот так. И пока что, опять же, да, сделать, например, он держит подошвы стопы, а, к примеру, за верхнюю треть голени двумя пальчиками придерживать, то есть ближе к стопе. Это, получается, нижняя треть голени вот ближе к стопе, прям под пяткой пока поддерживать. Потом чуть ниже свои пальцы поставить, потом еще чуть ниже свои пальцы поставить, потом вообще примерно придерживать за колено, прям за колено. и он уже будет чуть больше включать сознательного контроля. Понимаешь, здесь чуть, чем меньше наши, чем ниже наши пальцы, тем больше мы ответственности ему предоставляем. Тем больше, да, ответственности предоставляем ему. Вот идти от простого к сложному. Добавишь что-нибудь здесь? Есть еще? Ну, опять же, из своего, что мы еще делаем вот то, что Мишка или у нас что-нибудь поменьше, киндер или машинка маленькая. И я именно, когда глазами вижу, чуть сместилась траектория, я уже говорю, падает, падает, падает. И он раз так на место ее ногу. А, супер, супер. То есть, вот. И я именно делаю не вот классная идея, что спускать руку по голени, а я наоборот, как бы пальчиками в одном месте держу голень и вроде, ну, как бы поотпускаю вот так вот, пульсирующе, чтобы он ловил. То есть вроде придержу, чувствую, что он на меня налегает, я начинаю отпускать. Он раз, схватывает, уже, ну, понимает, что опора моя рука нестабильная на нем. Да, 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 да. Вроде моя рука как ориентир получается, а не как опора вот так вот что ли. Да. И у тебя еще получается ориентир, его вербальное сопровождение. Типа, смотри, сейчас падает, падает, падает. Обратная связь идет. Да, то есть два слова, постоянно слова, понятные ему. Они хотя бы через мозг, с другой стороны, но до туда через понятия доходят. Да. Особенно, когда получилось, когда что-то удержалось, я говорю, вот, это, говорю, вот эта мышца, тыкаю пальцем в икру там, или куда в приводящий, вот мы еще очень часто делаем с ним. Супер. Я говорю, вот смотри, она включилась, вот это вот эта мышца, говорю, вот запомни, и давай еще раз. И он уже именно связывает с мышцей мозга на теле конкретной точкой. И конкретно понимает, какая мышца, какую мышцу нужно запустить, именно ту, которая выполняет ту или иную функцию. Супер. Вот поэтому маме, которая занимается, которая хочет стать тренером, важно знать все-таки, да, анатомию, важно знать функциональное значение каждой мышцы. Да, я прям иногда ему названиями начинаю и сама закрепляю, и он тоже потом пригодится. А ты ему рассказываешь, что такое мышцы синергисты, мышцы антагонисты? Еще не дошли, но планирую. У меня Ваня начал очень сильно анатомией увлекаться, поэтому у нас прям идиллия семейная с ними. Учебников энциклопедии уже набираются по анатомии. Так, давай посмотрим. Лежит Никита на боку. Не выходит. Да? То есть не поднимает вообще. Ножка заваливается. Да, Никита? Вверх толкай ножку, толкай. Помнишь, когда у тебя тоже такая трудность была от ведения колена в бедратор? Могу написать по этому это рефературу. Не получается все, не получается. Все, вот она такая расстроившаяся, что-то не получается. В этом положении не получается, потому что, как вы и говорили, слишком сильна для него сила тяжести земная, ногу утягивает, у него нет силы даже ее поднять в этом положении. Тут начинать лежа с отведения уже с руками, с игрушками. То есть мы поворачиваем на спину. Поворачиваем на спину. Желательно. Что еще сделать? Под ногу можно, вот, например, они сейчас работают, пытаются отводить правое бедро. И теперь он лежит, когда на спине, вот это правое бедро, под этим правым бедром плед. Этот плед лежит на паркете. Скользкая поверхность получается, блокированный паркет и плед, а она хорошо скользит. Значит, сила трения минимальная и он будет легко отводить ногу. Что в таких случаях можно еще сделать? Взять прям, а, блин, не скейт, а этот. Короче, ну, у нас в зале, например, есть каталка такая. Каталка, на которой есть четыре колеса. Доска на колесиках. Да, доска на колесиках. И ты просто берешь, это прям еще минимальная сила трения и прям вообще вот ребенок уже начинает понимать, что именно вот эти вот мышцы, незначительные их усилия позволяют отводить ногу. И действительно, вес тела самой ноги, самой конечности минимум, потому что она лежит на поверхности, и тебе получается минимум нужно запустить мышцы для того, чтобы создать вот этот эффект отведения. Ну, здесь плюс еще, если он будет ногу сам возвращать, это будет еще и приводящая группа мышц активизируется. Она, несмотря на то, что она в спастике, ее тоже обязательно нужно прорабатывать, потому что функция этих мышц важна. Они спазмированы, но они не функциональны, они слабые. А посредством, да, пацан, если будет в дальнейшем пытаться вставать, ему обязательно нужно иметь функцию этих мышц, поскольку они стабилизируют таз совместно с отводящей группой, совместно вот внутренняя поверхность бедра как раз-таки во фронтальной плоскости смещает таз. Вот мы когда идем и центр тяжести у нас задней ноги переносится на переднюю, как раз-таки за счет напряжения внутренней поверхности бедра, приводящей группы мышц. Так, вот да, здесь мы его просто разворачиваем туда на спину и создаем облегченные условия. Какие? Скользкая поверхность, либо если он, ну, скорее всего, так трудно ему будет просто на этом, на ковре сначала сделать, а вот на скользкой поверхности это облегчит. Добавишь что-нибудь еще? Ну, я бы голову приподняла, чтобы он лучше видел. Как-то вот вот этот вот заваленный головы мне не... Ну, просто я вот смотрю, и мне вот самой некомфортно, то есть я его вкладываю, чтобы он не отвлекался ни на что, только нога, например. И плюс еще, если мы конкретно приводящие делаем, иногда вот про скейт, когда вы говорили, то, что когда слишком легко делать, это ведь еще можно по ошибке сделать другими мышцами, то есть у меня Юра умудряется, например, ногу там поднять за счет других мышц. за счет мышц живота можно это сделать. Да, поэтому нужно как-то изолировать именно ногу, чтобы включить именно это. Потому что, например, зафиксировать живот, зафиксировать корпус. Вот так вот, чтобы... А, он еще, знаете, когда на боку нужно голень поднять наверх, он корпус начинает разворачивать, и поэтому я ему еще сзади подушки подкладываю, чтобы ему некуда разворачиваться было. Так, получается, под спину на боку и нужно колено поднять, да, бедро отвести. Да, верхнее колено нужно поднять, да, отвести, а он это корпусом прямо его отводит. Да, да, то есть пытаются назад повернуться и развернуться на спину. Да, да. За счет косых мышц туловища. Ну да, а здесь просто тогда, если получится, если он будет, например, лежать на спине, да, действительно, руками можно придержать его там грудную клетку, придержать, например, даже таз можно придержать, чтобы он не таз пытался сместить, потому что здесь, опять же, за счет косых... может начать смещать таз. Прям таз за подвздошные кости можем придержать, к примеру, если он будет правую ногу отводить вправо, соответственно, с правой, правую половинку таза правые подвздошные кости мы блокируем прям вот так, раз. Да, 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 я поняла. И здесь грудная клетка. И все, и получается, он не сможет таз... И все, уже кроме ноги, да. Изолировано. Все правильно, здесь отлично все, согласен. Так. у нас тоже не выходит удерживать, да, не толкает бедром, получается, вот ножка сразу заваливается, никакого сопротивления нет. Попробуй сам просто согнуть, разогнуть несколько раз ножку, любую. давай, ну вот, давай левую сначала. Рука тоже, пальцы. Можно самостоять. Сейчас я поставлю. Да, сгибай, разгибай. Сейчас я чуть-чуть покажу. Вот это то движение, которое он может самостоять. Угу, давай. Сгибай. Да, левая. Еще разок левую сделай, пожалуйста. Левую. Ну вот, правая, да. Правая нормально получается, да? Более-менее. А левую добывать не может. Ну, так правую ты сделай. Я говорю, теперь левую сделай, согни и разогни, пожалуйста. Я просто подержать хотела, чтобы было видно. Вот, да. Еще разок сделай, пожалуйста, левую. Ну, вот, в общем, вот такое. И правую можешь еще раз показать? Правую. Вот, правая получше, побольше, левая похуже. Левую сделай. Левую согни, разогни. Вот левая. Не видишь памяти, да? Да, но на своем опыте у Юры с этим нету проблем, то есть он легко поднимает. Если представить просто как на себе, то тут, наоборот, лежа это движение, мне кажется, делать тяжелее, чем, например, сидя тоже бедро поднять. На себя тут и пресс же включается. Вот он даже сам немножко дергается, корпус. Он вроде все хочет сразу напрячь, чтобы ноги как бы поднялись. Ну смотри, здесь, если мы его посадим, здесь опять же нужно будет нам думать о стабильности корпуса, о стабилизации, как его ровно, чтобы он сидел, чтобы и голова была не смещена в сторону, то есть чтобы он не отвлекался. То есть получается, чем вертикальней мы его усаживаем, чем выше, чем больше мы его отрываем от площади опоры. Короче, вот у нас есть центр тяжести, есть площадь опоры. Вот смотри, в этом положении он лежит, у него площадь опоры максимальная. Согласна? Максимальная площадь опоры и центр тяжести максимально низок. То есть максимально центр тяжести распределен внутри площади опоры и он прям максимально близок к этой опоре. Если мы его сейчас посадим, то у него точек опоры будет меньше, площадь опоры будет меньше, центр тяжести будет выше, да, соответственно, больше нужно будет предъявлять ему требования к тому, чтобы усидеть и сохранить среднюю линию тела. То есть получается, мы усложняем задачу. Я бы смотри, мы мыслим как? Мы мыслим так, чтобы сначала максимально упростить задачу. Идем от простого к сложному. Вот это у нас принцип. От пассивного. Я пока додумалась, можно перебью? Давай, давай. Пока идея пришла, что да, пассивно хотел сказать, либо сначала прям совсем помогаем, чтобы он понимал, что куда идет и сопровождаем вербально, что вот нога поднимается справа, вот она выпрямляется, вот, либо еще пришла идея, наоборот, тогда под ноги еще что-то подложить, чтобы меньшую высоту пришлось преодолевать. Да, как вариант, как вариант. Ну вот смотри, что бы я сейчас здесь еще использовал? Вот, две идеи было. Пассивно и что-то подложить. Вот смотри, сейчас какие, мы сейчас стараемся так, максимально избавиться от тех факторов, которые усложняют ему выполнение задач. Упрощаем. Значит, смотри, сила трения высокая, когда он тянет на себя ногу, короче, он колено пытается приблизить к себе, стопу к себе, происходит сгибание в тазобедренном, сгибание в коленном, и стопа скользит по полу. Понимаешь, да? Сила трения, соответственно, достаточно высокая. Согласна? Сила трения высокая. Либо колесики, да, либо, опять же, вот эта вот скользкая поверхность, плед, например, по скользкому полу, по капелю, по плитке, по паркету, и все, ему будет гораздо легче. И опять же, да, сначала сопровождение рукой, потом мы уходим от сопровождения руки, например, на 70%, потом на 30%, потом мы остаемся лишь только на вербальном сопровождении. То есть, понимаешь, вот рука, вот рука, например, на 70%, вот рука уже на 30%, а вот уже вербальная коммуникация посредством голоса. Вот если удается вот так сделать все, опять же, мы чем дальше, тем мы лучше. Если удается минимизировать, например, вербальное сопровождение, еще лучше, да, мотивация, поощрение, подбадривание вербальное всегда остается. Но инструкции, да, вот эти вот, тоже не всегда нужны. Если ребенок сам планирует моторное действие, сам его контролирует, и сам получает результат, мы просто этот результат просто подбадриваем, говорим, супер, вообще молодец, давай еще попробуем, там что-нибудь еще придумываем, следующее упражнение и так далее. Но стараемся вербальные команды минимизировать. То есть, прямо вот, он у нас не должен, прямо вот как по книжке, строго там, это вверх, то вниз. То есть, у него так тоже, да, если мы этим будем перебарщивать, у него не будет развиваться способность планировать моторное действие. То есть, ну, ты представляешь, если я тебе буду постоянно говорить, Ань, в 8 утра у тебя подъем, я тебе позвоню, поразбужу тебя. Значит, в 8.05 ты встанешь, там заправишь постель и пойдешь чистить зубы. Потом, Ань, готовишь завтрак, именно овсяную кашу, потом ты делаешь то, и с холодильника достаешь колбаску там. Короче, я тебе каждое свое действие начинаю регламентировать. Через неделю... Через неделю ты просто, да, просто вообще придешь к тому, что тебе вообще ни о чем не нужно будет думать, потому что я тебе позвоню и обо всем тебе расскажу. Понимаешь? Наша нервная система быстро ко всему адаптируется и к хорошему, как правило, быстрее. Начинаешь привыкать. Так что, и когда нет, нет у тебя задачи париться, ты не будешь париться, напрягаться. Так что, что здесь, минимизируем тоже. Все здесь, так, это все, вот 4 видео она отправила пока что, остальные я проверил. Вот сейчас эти, я с тобой первый раз тоже смотрел, сейчас буду ей голосовой отправлять. Ну, в принципе, все тогда. Ладно, а еще на дальнейшее я хотел спросить, вот, когда нейронные связи включились, хотя бы мышцы, которые она, так как-то сказать-то, то есть за месяц даже в школе не наработаешь силу этой мышцы, то есть мы ее сможем включить, это реально, причем даже я замечала много раз, что мы включаем один режим через другой режим, то есть если сводить не умел мышцы, пока мы не попробовали что-то удерживать между ног, он не смог их сводить, то есть когда там эксцентрику подключили, он смог в другом положении их удерживать, то есть дошли сигналы, видимо, я недавно смотрела статью, что не только между нейронами передаются вот эти химические связи, нейромедиаторы, они не только от нерва к нерву переходят, а еще и в пространство все равно выпрыскиваются и соседние нервы тоже стимулируют, ацетилхолин и гистамин, но и гаммка, и ацетилхолил, они все передаются не только как-то векторно, они и в пространство тоже уходят в межклеточное, и соседние нервы тоже можно также стимулировать, да, а это знаешь что, кстати, вот этот момент, вот этот процесс обеспечивает лоббильность, способность, лоббильность нервной системы это способность там, где, значит, нет тонуса, давать его больше, там, где большой тонус, значит, его уменьшать, то есть приводить вообще парасимпатику, вообще всю вегетативную нервную систему, парасимпатику и симпатику к балансу, потому что в приспастике, конечно же, преобладает симпатика, парасимпатика такая более угнетенная. И получается лобильность состоит в том, чтобы выровнять этот баланс. Вот это просто нужно нам всем знать, использовать как основной фактор для улучшения состояния наших детей. Просто раньше, если не удавалось конкретную мышцу простимулировать электроды, когда нам можно было, ставили электр какие-то на мышцы. Или мы только этой мышцы пытались работать. Но если никак к ней подхода нет, иногда работа соседних мышц классно стимулирует. Хотя бы вот этот малейший импульсик пропустить, чтобы она вообще до мозга дошла. Что вообще делать, чтобы понял организм, и ребенок сам в первую очередь. Знаешь, что тебе будет интересно на эту тему почитать еще? Прям тебе зайдет это функциональность систем. Как же называется? Концепция функциональности систем. Короче, Анохин, наш физиолог, я его слушаю, Анохина. Он очень классный по памяти, я его и лекции слушаю пока что. А что у него есть? Аудио, да? В Ютьюбе есть. Я скидывала же в какой-то из потоков именно Анохин. Анохин, да, точно. Он в МГУ лекции читал. И на видео записывали в Ютьюбе. В Ютьюб выложено. Я не видел. Ну, правда, там по памяти тоже очень классно. Я как триллер смотрел. Правда, дурацкая запись, некачественно, где-то прерывается. Вот так вот в наушник слушал, но прям я аж конспектировала. Я причем поняла именно ценность того, почему нужно вечером повторить тренировку. Потому что перезаписывается память в этот момент, как раз через 6 часов. Перезаписывается и мышечная. И когда это все именно еще и сам на информативном уровне усваиваешь, классно применять потом. Вот я скину сейчас ссылку, пока помню. Но там на память. Может, по фамилии можно в Ютьюбе еще какие-то лекции найти. А это именно книга есть какая-то? Да. Она так и называется. Функциональные системы. Или концепция функциональных систем. Это прям тоже такой мега важный труд. Кстати, по-моему, у меня, кажется, лежит в лабиринте в закладках что-то. Надо проверить. Да. Ты читаешь то, что надо. Молодец. Ну, ладенько. Ладно, да. Будем закругляться, а то у нас уже 12. Да, давайте. Сокойной ночи. Вот, все. Спасибо. Классно было. Спасибо.